Речка в том, что я падшая женщина, но меня изнасиловали. Имели, вот это очень точный момент, имели ли я право на защиту? Я цыган, я у кого-то что-то украл, я не заплатил налоги, но меня кто-то поймал и насовал в полную будку. Вопрос, я имею, как гражданин Украины, на мне клеймо ставить негде. На мне. Я ворую, я не живу честно, я никогда не платил. У меня вообще может быть и налогового номера-то нет. Не факт, что у меня есть паспорт, но я проживаю в Украине, я гражданин Украины. Есть у меня паспорт, нет у меня паспорта, но я здесь, все подтверждают, что я здесь. И имею ли я право на защиту? Внимание, и вот здесь начинается, собственно, то, вокруг чего христианство и построено. Каким бы ни был твой объем грехов, ты вправе на защиту. А теперь смотрите, что получается. Что сказала Юля, что сказала Анна Владимировна? Они сказали следующее. Они говорят, стоп, минуточку, но я же сам не чист на руку. Но я же сам не платил налоги, или не всегда платил, или иногда не доводил деньги до декларирования, или там тра-та-та-та-та-та-та. Но я же сам, сука, ну пусть бросит в меня камень тот, кто не шахермарил на налогах. Внимание. И я все равно, даже при всем при этом, я, пересеченный украинский гражданин, маю право на защиту. А если я маю право на защиту, то я маю право и быть позабоченным. То есть истцом. Значит, я вправе написать. То есть, что я пытаюсь убрать? Я пытаюсь убрать чувство вины, если только... Я что-то попытаюсь объяснить логику. Если только вправо написать в прокуратуру или заяву на коррупцию, на акт коррупции, будут иметь только святые, коих у нас там в стране, я не знаю, там 30 человек, то нам как в стране, как вздал. То есть мы не выживем. Поэтому, значит, я... Вот представьте себе, я плохой человек, забулдыга, не знаю, алименчик, уходящий от алиментов, сука, неплатящие налоги, петляющие везде, где только можно. Может быть, даже ворюга с тремя отсидками, с тремя охотками. И я заметил коррупцию. Я вправе на то, чтобы написать заяву? Вправе. Да, ну стоп, я же сам нечист. Это не играет роли. Будь ты вокзальной проституткой, если тебя изнасиловали, будь ты вором базарным, если тебя побили, тебя можно посадить в тюрьму. Бить тебя нельзя. Потому что ты гражданин Украины. То есть так, ну стоп, минуточку, на меня же прокуратура потом придет и скажет, ах ты сука, а ты сам-то налоги платил, ну, что ты пришел вот это вот, поэтому, окей, я не всегда платил налоги. Я сейчас говорю про 99% населения Украины. Делаем налоговый, как это, аутинг. Ну, типа, признаемся в налоговых прегрешениях. Я вас умоляю, когда ловили Аль Капоне, на нем в среднем было около 50 мокрых дел. Ну, то есть трубаков. Доказать ничего не могли. Ничего не могли. Знаете, за что посадили? За мне плату было. Но уже навсегда. То есть дали по самое не могу. Вот это и есть точка о том, что я, блядь, я проститутка, я, условно говоря, непорядочный человек, но в какой-то момент я ставлю точку и говорю, так, нет, все, пиздец, так больше жить нельзя. И пишу заяву, что вот там происходит коррупционная возня. И тогда начинается дело производства. Даже будучи, если я исчадия ада. Но будучи исчадия мага, я вправе претендовать на прощение, на защиту своих интересов и на то, чтобы в раю стало чище. Стоп, минуточку, но я же сам порождение ада не играет роли. Правая рука Бога, это и есть дьявол. Все, у меня текст кончился. Продолжение следует...